Доброго всем утра, дорогие друзья! В эфире программа «Четверть часа». На календаре понедельник, 17 марта, 15-й день Великого Поста, 3-я седмица Святой Четыридесятницы. Уважаемые зрители, программу «Четверть часа» мы, как всегда, начинаем с рубрики «Терра инкогнито» и продолжаем разговор о крылатых фразах, взятых из Библии. Сегодня поговорим о выражении «Вавилонское столпотворение». Откуда оно пошло и что означает? Вавилонское столпотворение. Вот что это значит и откуда взялось? Ну, это из легенды, получается, библейской. Видимо, при строительстве вавилонской башни было огромное количество людей, и отсюда есть это выражение «Вавилонское столпотворение», а то, что присутствует какое-то большое количество людей. Ну, это из Вавилона, наверное, произошло. Ага, а в жизни оно в каком смысле употребляется? Ну, это когда много людей, народу, толпа. Не знаю, могу только предположить то, что когда в христианство мы пытались ввести, были какие-то противоречия, и поэтому произошло столпотворение. Это большее скопление людей, как в Вавилоне. Ну да, когда все строили некую вавилонскую башню, да, и потом произошло, когда смешались языки из-за того, что люди по своей гордости решили построить эту башню до небес, до Бога, то когда смешались языки, люди перестали понимать друг друга, и то есть из-за этого произошло, ну, видимо, какой-то хаос просто. Да, хаотичное столпотворение. Ну, это смешение языков, когда, по легенде, строили вавилонскую башню, которая должна была переться в небо, боги разгневались на людей, и смешали все языки, чтобы никто друг друга не понимал, и башня не достроилась. А в вашей совминенной что она означает? О, ну, тут вавилонское столпотворение, ну, когда, наверное, кто-то там путается, что-то все бегают, суетятся, не могут разобраться друг с другом, да. Итак, вавилонское столпотворение. Отправная точка, откуда удобнее всего рассматривать историю этого выражения, одиннадцатая глава книги «Бытья». Период после всемирного потопа. Люди тогда еще говорили на одном языке, и вот однажды потомки Хама, одного из сыновей Ноя, решили построить город и каменную башню, которая доставала бы до самого неба, сотворить столп. Это был, как сейчас говорится, очень амбициозный проект, во всех смыслах амбициозный, ну, потому что люди действительно бросали этим вызов небу. Целью строителей было сделать себе имя, потешить свою гордыню, а также поспорить с пророчеством Ноя, обещавшим рабство потомкам неблагочестивого Хама. В свое предприятие они вовлекли людей и из других времен. Бог остановил грандиозное строительство способом, сколь оригинальным, столь же и милосердным. Сойдем и смешаем язык их так, чтобы один не понимал речи другого. Столп не подвергся разрушению, его строители остались целы и невредимы, но при этом люди перестали понимать друг друга, ведь говорили они на разных языках. В конце концов строительство было заброшено, город получил название Вавилон, что значит смешение, а люди разбрелись в разные стороны. Потомки Афета двинулись на восток и север Азии, в Индию, преимущественно населили Европу и проникли в Америку. Потомки Хама частично остались в Средней Азии, а большей частью пошли на юг, основали свои поселения на юго-западном берегу Азии и заняли Африку и восточный берег Средиземного моря. Но потомки Сима остались в Средней Азии и распространились на восток, на запад и в Аравию. В толковой Библии Лопухина читаем «Смешение языка и рассеяние племен, само собой разрушалось богопритворное дело, имевшее целью политическое объединение племен под властью одного, притом нечестивого». Сегодня этот фразеологизм, вавилонское столпотворение чаще всего используют, чтобы обозначить некую сумятицу, гвалт, неразбериху, наверное, еще и потому, что слово «столпотворение» созвучно со словом «толпа». Но, как мы только что выяснили, выражение это призвано напомнить нам прежде всего о посрамленной человеческой гордыне и о том, сколь жалкими являются попытки человека сделать себе имя вопреки воле Божьей. Иногда люди допоздна задерживаются на работе или в гостях, поздней ночью едут домой, им предстоит путь через безлюдный парк или, например, пустырь. Если в такой ситуации оказалась девушка, что делать? Ну, обращаться к волонтерам проекта «Брат за сестру», который действует более чем в 20 городах России. Мы уже рассказывали об этом проекте с помощью наших коллег с портала «Милосердие.ру» и вот решили показать вам этот сюжет еще раз. Это не служба, это чисто волонтерское движение, причем незарегистрированное. Грубо говоря, есть инициативная группа. Вот, в числе меня и моих ребят-волонтеров, которые помогают девушкам в позднее время. Появилось банально, просто есть понимание проблем, которые существуют в наших столицах, в Санкт-Петербурге и Москве. То есть очень сложная криминогенная обстановка и решили поэтому помогать, так сказать, полиции с точки зрения обеспечения безопасности в вечернее время. Вторая цель, наверное, хотим сломать стереотипы людей о том, что их сограждане не могут ничего делать от чистого сердца, ни на что не способны, на бескорысть, на какие-то добрые дела. Действительно, таких людей, я сам убеждаюсь, очень много, в том числе и девушек, которые готовы нам помогать, и ребят, которые готовы и прийти к ним на помощь. Заявки оставило больше двухсот человек, проверенных ребят, то есть с кем мы встретились, поговорили, познакомились, около сорока. На встречах нам задают вопросы о организации процесса. Мы на них с радостью отвечаем, потом общаемся с каждым. Каждый представляется, говорит, чем он занимается, где учился, где работал. То есть такую полную информацию. Переписываем паспортные данные, потом мы проверяем человека на судимость. Сейчас координация осуществляется через администраторов группы ВКонтакте. То есть если девушка хочет, чтобы ее проводили, нужно ставить заявку через личные сообщения координатору, либо мне, руководителю. В дальнейшем руководитель или координатор связывается с волонтерами, ближайшими к девушке. И уже связывают. Девушке дает телефон волонтеру, волонтеру телефон девушки, и они уже дальше контактируют сами. Бывают зачастую случаи, когда у девушки есть кому ее проводить. То есть у нее есть молодой человек, но он живет в Подмосковье, и ему неудобно, поэтому она обращается к нам. Это, наверное, странно. Но мы таких девушек с радостью провожаем, потому что, наверное, скоро у нее не будет молодого человека такого, который не может обеспечить безопасность своей второй половины. А ребята не злоупотребляют. То есть, наверное, потому что девушки у нас не проходят инструктаж, а ребята проходят. Все понимают, что если человек находится в дежурстве, то он никогда не флиртует, не заигрывает с девушкой. Однако, если вдруг они понравились друг другу, никто за руку держать не будет. То есть, если есть желание, через день, в другое время, в общем, уже могут друг друга приглашать в театры, в кино, на концерты симфонические, но не во время дежурства. Наверное, в Москве это развивается активнее в силу определенных обстоятельств. Но да, в таких филиалах есть уже более чем 20 городах. В Челябинске очень активная группа. Они, правда, сразу начали развивать год назад проект, поэтому у них по численности группа сопоставима с численностью Москвы. Но стоит отметить, что в Москве это развивается всего два месяца, и за это время очень большую популярность получилась среди девушек и молодых ребят. То есть, очень много ребят готовых проводить, отвезти, привезти. Я очень благодарен им за это, и мне очень приятно общаться с такими людьми с большой буквы, какими являются волонтеры, потому что они действительно способны на искренние поступки, не просе ничего взамен, в ущерб себе, потому что действительно ущерб очень много времени отнимает. Но, тем не менее, ребята занимаются. У многих свои дела, все работают практически, у кого-то свой бизнес, но, тем не менее. Спасибо участникам проекта «Брат за и сестру» и интернет-порталу «Милосердия.ру». Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами. 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 Продолжение следует...